Добрый день! С вами Доми Наташа, художник компании Таир. Сегодня покажу вам процесс работы над картиной, которую мне захотелось нарисовать по фотографии с Пинтереста. Использовать буду краски Акрил Арт. Особенность этой линейки – густота и способность держать форму мазка после высыхания. Но этой краской также можно рисовать лисировочно и тонкослойно, сильно разбавляя водой. Краски на палитре яркие и сочные, но они все прекрасно смешиваются и позволяют добиваться сложных пастельных тонов. Намечаю горизонт малярным скотчем и приступаю к работе над небом. Набрасываю основные цвета. Здесь важно соблюсти баланс, не уйти в вызывающие яркие розовые и не развести грязь в теневой часть облаков. Чтобы не уйти в грязные оттенки, стараемся не смешивать больше трех разных цветов и не перебарщиваем с добавлением черного, которое может дать замесам слишком много серого. Но даже если такое произошло, в случае с акрилом легко и быстро исправить недочет. Например, я слегка перетемнила облака, но после высыхания просто прошлась по ним полусухой кистью со светлым оттенком. Почти всю работу над фоном я веду плоской синтетической кистью и всего несколько раз беру мягкую круглую кисть, чтобы сделать тончайше проливку или смягчить касание. Перехожу к нижней части. Сперва избавляюсь от белого холста, набрасывая примерно будущие оттенки. Затем уже более осознанно начинай работать с цветом и тоном. В отражениях моря дают тень под облаками и свет от солнца. Губкой слегка прохожусь по песчаному берегу. Углубляю тени на пригорках. Также можно придавать фактуру пальцам. Но чтобы не оставалось характерных отпечатков, лучше обмотать пальцы салфеткой. И наконец беру тонкую кисть и приступаю к прорисовке трав. Они на переднем плане, поэтому это самая ответственная, но для меня и самая приятная часть. Я люблю прорисовку и мельчайшие детали. Картина готова. Я оставлю ее без лакировки, так как использовала краски из одной линейки и нет необходимости выравнивать работу по глянцевости. Творите с удовольствием и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok